на котором скорби и тесноты, алжбы и жажды, труды и поты, нагота и бедность и другое подобное, и призыва купив, что Бог нередко попускает нам подвергаться небольшим искушениям, чтобы испытать, какова любовь наша к Нему, и охотно мы ли переносим ради Его встречающиеся при скорбности. Вы тогда показали себя, как подобает, и оправдали мои ожидания. Но как вы не имели истинного к Богу сердца и отблагодарили Его только устами тогда, то вскоре потом возроптали, тяготясь случившимся, и восстали не на Моисея какого-нибудь, а на меня, грешного, приговаривая. Зачем он столько набирает этих, когда не может пропитать? И какая в этом нужда? И кто принуждает его набирать такое множество? Вот эти-то слова надлежат мне оговорить и возвестить правду Божию, и указать меч Божий, грядущий на таковых, да не зыщется от рук моих грешных кровь погибели их. И, во-первых, они, как ненастоящие сыны мои, сказали необще со мною, зачем мы принимаем, но как детище чужие и недобрые сказали, зачем он принимает, и кем исключили себя из общения со мною. Потом, хоть они и так сказали, все же они виновны и достойны осуждения, потому что, как поется в апсалмах, клеветали на Бога и говорили, неужели Бог может приготовить трапезу людям этим? Такому множеству. Разве я доставитель пищи, или разве я приношу плоды, или наполняю житницы? И опять, разве я самопроизвольно и самовластно принимаю приходящих и умножаю братство? Не сам ли Господь и Бог питатель есть мира, отвердающий руку Своей, исполняющий всякое животное благоволение? Не сам ли Он говорит, ищите прежде Царствие Божие правды Его, и все сие приложится вам? Не сам ли воодушевлял малодушевствующих, говоря, посмотрите на птиц небесных? Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец Ваш Небесный питает их. Не тем ли более вас маловеры? Потом через некоего премудрого. Не Он ли внушает, кто веровал Господа и постыдился? Или кто пребывал в страхе Его и оставлен? Или кто призывал Его и презрел Его? И опять через Евангелие. Не Он ли обещает, приходящего ко Мне не изгоню вон? И не Он ли повелевает, оставьте детей приходить ко Мне? И не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Много и других мест Писания есть согласных с этим. Что же вы восстаете на Меня, бедного, и в язык о боли своем вы и словите? Вы, как видится, некий израиль есть, избавленный от руки фараона невидимого от горького, делания кирпичей в рабстве страстям и от темного Египта мирской суеты, которые потом, при прохождении пустыни подвижнической, прискорбной жизни, когда встретились с тяжелой прискорбностью, не возблагодарили Бога, и не воздали славу Ему, чтобы ради такого доброго расположения пришло потребное по Божию промышлению. Но возроптали на Бога, говоря, как бы, лучше бы нам умереть в Египте, припоминая котлы египетские, и разумея под ними каждый, что наиболее услаждало его в мире. Но вы знаете, что тогда пострадали такие ропотники. Никто из них не сподобился войти в землю обетованной, и костью всех их пали в пустыне. Боюсь, чада, не пострадать бы и нам того же, сделавший то же, что и они. Но тогда было детство в спине и закона, ныне же совершенство благодати и истины Христовой. И сделали это не миряне, но из числа нас, востегших на высоту ангельской жизни. Где, когда при преподобных отцах наших обнаружен был такой ропот? И для кого из желавших спастись в их киновиях отказывались они приять по причине скудости в телесных потребах? Не более ли всегда отворена была дверь их, не говорю для желающего отречись от мира, но для всякого нуждающегося бедного? Не оставляли ли они относительно этого и особых завещаний по смерти своей? Знаете, какие были об этом распоряжения великого святила нашего Исимия? Считайте, как это было у преснопамятных отцов наших Саввы и Феодосии Великого и у преблаженного Пахомия. Случалось ли у них оскудение? Неоднократное и притом немалое. У одного, например, на Пасху не было потребного даже для совершения литургии. У других, другим образом, тоже бывало. Так многочастно и многообразно иногда избыточествовали они, иногда оскудевали. Но в том и в другом случае благодарили Бога и благодушно терпели. Им спострадали и чадо их истинное в радости и веселье. Те же, которые не таковы, как тогда, так и теперь, подпадают под клятву и гибнут. Почему внимательно длежит чадо мои, братья? И вы сами, робчущие, помяните, что они от своих трудов содержания имеете, и что, когда пришли сюда, ничего с собой не принесли. Тогда за то, что не пришлось вам возвратиться вспять, вы благодарили и славили Бога и нас. Как же неразумно! И не хотите вы теперь оказывать другим то, что тогда сами получили? И дар, полученный вами, скупитесь, передать другим. Недружелюбные, несострадательные, безжалостные. Псов бессловесных, умирающих с голода, если бы мы приняли, и то достойны были бы одобрения. Ибо написано, что праведник милует души скотов своих. Людей ли разумных не принять, общников одного с нами естества, братья наших, умоляющих ввести их в нашу пристань по кораблекрушению и спасти от крайней нужды тех, за которых Христос умер. Но ничего такого не помышляется неразумными. Не обещались ли вы умирать со мной из-за имя Господня? А теперь при малом стеснении в трудах и потребах отрицаетесь и пятитесь назад. Почему не более понуждаете вы меня, чтобы ни один из приходящих бедных не отходил ненакормленным, ненапоенным и не получившим искомого пособия? Но вы только сами любите насыщаться и даже присыщаться, есть рыбу, пить вино, не по две или по три красавули, а и с прибавком, что запрещено отцами. Избывается на вас, что никто не может двум господам работать, чьего угодию, разумею, и боголюбию. Но о несмысленное и костное сердцем, чтобы уразуметь, что по всему заповеданному святыми отцами и мною грешным непрестанно напоминаемому, так подобает нам страдать и многими скорбями войти в Царство Небесное. Итак, покайтесь, что много и премного согрешили пред Господом. Я же не откажусь и не изменю, но как начал, так и продолжать буду со всем радушием и горящим сердцем принимать всякого приходящего. Или не я только, но и заповедавший это Бог, а потом и вы сами со мною, ибо мы едины есть все. Все вы делаете со мною, когда я наголо одеваю, зябшего согреваю, босово обуваю, бескровного ввожу в дом, голодного кормлю, жаждущего напаяю. И все это во имя Иисуса Христа, истинного Бога нашего, давшего себя в искупление грехов наших, веруя в неложность обетования Его, что не убиет голодом душу праведную. Каковы ваши души, не роптавшие, ибо я не всех обвиняю, радующиеся об исполнении заповедей Божиих и об умножении братства терпеливые при искушениях Божиих, от всего отказавшиеся и даже до смерти готовые стоять в деле Божьем. Посмотрите, к вам опять обращаюсь, ненаказанные, сколько раз Бог избавлял нас от крайних нужд, и каких благодеяний сподоблял по молитвам Отца Моего и вашего. Не подавал ли Он нам житое вина во время оскудения? Не подвигал ли Он добрых людей? И не отверзал ли и их житниц на прокормление наше? Не посылается ли нам до сели из сел, островов и городов мед, масляный сыр, покровы, одеяния, золота от епископов, начальников и от самых в порфиру обличенных? Да простит вам Господь и досаделает вас на будущее время более крепкими, дабы все перенося и претерпеваясь с прочими братьями, с ними вместе удостоились вы получить и венец правды. 105. Добро с трудом приобретается, но у невнимательных легко похищается. И что долгим временем стяжана может быть потеряно в кратковременной небрежности? Почему внимайте себе особенно в настоящее весеннее время, когда тело бывает подвижное и плоть, земля, будучи, ищет действовать по земному? Земля, унавоживаемая и уточняемая, дает из себя произрастение породу своему, но тоже и плоть, уточняемая разными явствами и питьями, сама собой воскипает сокрытыми в ней страстями. 10. Возьмите же ее в руки и утесните, и по слову апостолу, не творите угодного в похотениях ее, но доставляя ей потребное в мире разумной, пребывайте так, чтобы жить в духе. Мера да будет и для яств, и для вина, вина да приемлется по малому утешению, и то в дни праздничные, при утомительных крайних трудах, при болезнях, и когда сходить, куда принадлежит неблизкое, в другое же время следует довольствоваться одной чашей, и много-много двумя. Ибо знаете, что говорится об этом в Герондике? Относительно же брашен, говорю вам следующие слова апостола. Да, упраздняться брашно. Не с тем, говорю, чтобы совсем отвратить вас от них, но желаю, чтобы вы ели и пили благообразно, боголепно, спасительно для души и укрепительно для тела к совершению надлежащих дел. Разве не знаете, что за такое воздержание и лишение себя мирских удовольствий, мясо ясти, винопитий, бань, теплиц и прочего такого, уготавляется вам божественный тот рай, имеющий древо жизни и воду бессмертия, услаждение духа и неизреченную красоту вечных благ. Для вас сокровиществуется там упокоение и всякое утешение. Еще мало, сколько-сколько, туда достигнете вратами смерти, и начнете ненасытно и вечно вкушать, то и пить. Здесь же, если возьмем благо, даже не такие, какие в царских чертогах, они не сладость, а пища червей, вкушение их неблагоживотие, а безжизние услаждение ими не радость, а печаль, обрадование ими, не обладание, а лишение, наследие их подлинно суета, суедствие, как изрек мудрейший Соломон, полно насладившееся утехами мира. Вы имеете подругой воздержание, супружнице и послушание, дочерями непорочность, девство и милостыни, священными отраковицами сокрушения и смирения. Возрите на небо, горе, и увидите, где жилище наше, где глава наше и общий всех Отец Христос Господь, где город наш, Вышний Иерусалим. Воистину, если все претерпите, победите. Если всем довольны будете, увенчаетесь. Если так скончаетесь, отверзутся Вам двери Царствия Небесного. 106. Трудитесь и подвязайтесь, и на находящее на Вас прискорбности в жизни Вашей по Христе не смотрите, как на нечто чуждое, странное и против чаяния с Вами случающееся. Разве, пришедшие сюда из мира, не исповедали Вы перед Богом и избранными Его ангелами, что будете благодушно претерпевать всякую скорбь и тесноту Царствия ради Небесного в олжбе и жажде, холоде и наготе, в оскорблениях и поношениях и в других подвижнических тяготах? Лучше совсем на это не смотрите, а только терпите и терпите, взирая на блаженный конец этого. Конец же какой? Наследие Царства Небесного, обрадование вечными благами, вкушение бессмертия, блаженство жизни непристающей, сыноположение, сладость райская и всякое другое утешение. Воистину, достойно и праведно воззвал об этом великий апостол, что нынешнее страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Он тогда ходил по всей вселенной, как среди львов и тигров, влачимые и разрываемые неверными, в олжбе и жажде, и где на ночных трудах, работая своими руками, чтобы не отяготить собой никого, но самому своим трудом добывать потребные себе и сущим с ним. Если и мы в тех обстоятельствах, в каких находимся, будем благодарны и терпеливо переносить все благо нам, мы не будем лишены части его. Если же окажемся малодушными, недовольными и ропотливыми, то какое нам общение с теми, которые даже до крови подвязались против греха? И не окажемся ли мы в день тот, достойными всякого посрамления, когда и малейших вещей не можем исполнить спокойно и как следует, разумея непротиворечивого послушания, неропотливого работания, негорделивого услужения, благовременного молчания, разумного говорения и случайного перевода на другое послушание, соответствующего делу внимания и усилия, отсечения своей воли, благодарного подъятия наложенной эпитемии, неослабного стояния на псалмопении и молитвы, ночной и дневной, и терпеливого стихословия, положенных на день псалмов. Все это и многое другое, чего и перечислить нельзя, если будем благопокорливо, благодушно и охотно принимать, претерпевать и исполнять, то прекрасно будет житие наше, и благоугождаемый тем Бог будет благоволительно взирать на нас и благословлять нас. Не дадим же себе отступать от такого образа жизни, и хотя бы каждый день надлежало нам умирать от того, примем то радостно. Ни к кому ни в чем не полагая протыкания, до служения наше беспорочно будет. 107. Ныне, как ведаете, святая Четыридесятница, требующая от нас духовных подвигов, гораздо больше, чем в обыкновенное время, именно усерднейшей готовности на все доброе, благодушие, мужество, трудолюбие, терпение, небошественной молитвы, слезоносного умиления, сердца сокрушенного смирения, соразмерного воздержания не только от яств и пяти, но и от зависти, ненависти, гнева, задорности, ропотливости, гордости, доброненавистнейшей страсти. Осмотрите же себя повнимательнее, очистите себя по указанию сказанного перед этим, и благоустройте себя в сосуды избранных, в органы богогласные, в органы, духом святым движимые. К этому призывает время. Это, собственно, и есть пост. Не говори мне никто, я столько-то пою и стихословлю, столько-то молюсь. Мало очень ем, мало пью, сидя немного, принимаю сна. Столько-то делаю колено преклонения, воздеваю руки мои на небо, на мног час. Благоприятно, конечно, и это все. Но вот что скажи ты мне. Уничиженно ли твое мудрование, сокрушен ли дух, осечена ли своя воля, что всегда благопослушно быть, никогда не противоречить, отнюдь не роптать, совсем не спорить, не завидовать брату, не суемыслить и не суесловить? Зачем то? Зачем это? Отчего тот в таком положении, а этот в таком? И от этого изменяться сердцем, озверяться лицом и износить не из благого и злого сокровища сердца своего слова неверия, бесстрашия и нестроения, которые не только его, но и слушающих могут не зринуть в ров падения. Не таковы дела поста и не таковы упражнения воздержания. Но если кто имеет в себе действие смирения и послушания, то этими двумя добродетелями, как двумя крылами, воспаряет он на небеса, и собеседником Богу бывает. 108. Внимайте, да не отягчают сердца наши от уныния, расслабления и неуместных помыслов, чтобы не случилась от этого беда внутреннего в душе падения. Но с юношеской бодренностью и рвением постараемся прожить вместе и остальное время недолговечное и непрестанно умоляющееся жизни нашей, чтобы по совершению подвигов добрых, священных упражнений и досточестных добродетелей, пришествие в будущий век из этой жизни, сподобится получить нетленный венец правды от вздовоздаятеля Бога. Да смотрит потому каждый, как проходит служение свое. И до старости так проходить, как бы служил Господу присущему. Не нерадиво, не вяло, не лениво, не притворно. Зная, что через это не человека оскорбляет, но Бога, которому посвящается служение. Мы же, что здесь, как ни сарабы, только напоминающие о заповедях владыки. Та, что и исполняющие их, и нарушающие, они перед нами провиняются, и не нам благоугождают, но давшему заповеди благому владыке и Богу. Итак, книги ли кто переписывает, или служит, или пашет, или гряды копает, или другое что делает? Да делает всяк свое дело, как перед лицем Бога, а не человеков. И чисто будет дело его, измеряемо будучи сердцеведцем Богом, по употребленному на него напряжению сил и усердия. Язык надо блестеть свои слови, око ограждать от неподобных зрелищ, сердце хранить от помыслов нечистых, и все чувства остепенять страхом Божиим. Друг к другу должно относиться смиренно-мудро, обращаться взаимно с любовью, бездерзостно, беседы вести приличные, смотреть на полезные, слушать подобающее, соприкасаться с скромностью, помышлять о вещах божественных. Да так, радуясь и срадуясь, заповеди Божией исполним, и душеспасительные дни пришествия своего на земле окончим. Мужайтесь! Бога имеем помощником и заступником в таком препровождении жизни, а крепким покровом ходатайство Пресвятой Богородицы и молитвы владык наших, великих святых предтечий и богослова, в коих и монастыри занимаем. Но если Бог за нас, то кто против нас? Если Господь защититель жизни нашей, кого устрашимся? Мы имеем помощь Богородицы и святых, кто одолеет нас? Никто никогда. Но и демоны далеко от нас будут держаться, и люди будут хвалить. Враги изумятся, и никто против лица нашего не постоит. Если же мы не будем таковы, то с нами случится все иначе. Почему будем влезти себя в подобающем благоустроении, особенно живя в таковом городе? Будем воздерживаться от разговоров о предметах чуждых нам. Чуждо же нам и о царях вести беседы, и о начальниках разговаривать, и о том или другом разведывать. Что тебе повелено, разумевай, в Террахов 3.22, говорит премудрый. Иная у нас забота, иные и беседы. Мирские о мирском, житейские о житейском речи ведут. Мы же о Боге, спасителе нашем, и о том, что душеполезно, о добродетелях, о житии преподобных отцов наших, о смерти, о представлении, о встретении ангелов святых, об ответе перед престолом Христовым, о праведном воздаянии, о Царстве Небесном. Беседуя так, мы ангельски просвещаемся и мирян просвещаем, если случаться. Если же впадаем в суетные беседы, то и сами себе вредим, и от других о смеянии и осуждению подвергаемся. Внемлите же от сели себе и блюдите уста свои от бесед неподобных. Распространяйтесь же о наших благих деяниях, еще теплейшую тем воспламеняя ревность к возлюблению Бога, и за истину Его избирая даже умереть. И решения ваши такие, Бог, приемля как дела, мученическими венцами вас украсит в день тот. 109. Одни одно, другие другое избирают себе в предмет искания. Один ищет господство, другой слава от внешнего чиновничества, иной довольствия и многоимения в домах, слугах, полях. Многообразны похотения мирские. Вы же, оставив все это, и в иной мир душевно перенесшись, примирного и небесного желаете и ищете, и сердцем своим в том пребываете. Об этом одном у вас все попечение и труд. Ничто не заботит вас и не занимает, кроме совершенного очищения страстей и стяжания сердца сокрушенного и смиренного, молитвы неленостной, тщания непристающего, слезного сокрушения, полного беспопечения, не говорю о друзьях и знаемых, но и о самых родителях, и о всякой суетности. Ей таково Божие о вас благоволение. И я вижу, как каждый из вас настоит, подвизается и нудит в себя, отторгнувся от томящей его страсти и пребывать расположением своим с единым Богом. Если потому пребудете вы в таком ученическом подвиге, то Христос Бог наш подаст вам силу и крепость отразить всякое страстное и сатанинское вам сопротивление и благоуспешно совершить приближающий вам треблаженный подвиг, как прежде жившим святым мужам и богоносным отцам, разве они, будучи обличены телом и подобострастны нам без трудов и подвигов, прошли жизнь свою? Никак нет. Но много и многообразно перестрадавшие и преодолевшие путем всякого послушания и смирения, равно как воздержания всяких других добродетелей, подчинив плоть духу, востекли на высоту святой жизни и стяжали то, что стяжали и чем прославились. Воспомянем добродетели всепреподобного отца нашего Саву, назидание душ наших. Будучи послушником, как знаете, был он крайне послушен, скор, услужлив и, принимая самое последнее послушание, радовался, как нечто славное совершающее. День и ночь был он в трудах, носил воду, дрова, первый приходил на псалмопение и последний выходил. Много и другое о нем написано, что нет ныне времени перечислять. Будем же подражать ему и мы, чадо, ибо это невозможно. Один в одном, другой в другом, друг другу помогая, друг другу соревнуя, но при этом более всего блюдясь, чтобы ничего не делать по своей воле. Даже того, что кажется хорошим, без подобающего вопрошения. Не могу умолчать об одном деле, которое, не знаю как, делается среди вас некими невеждами, презрителями всякого порядка. Хотя это очень укорно, разумея частые у нас пропажи или лучше покражи. Когда, например, кто оставляет у себя в келе сандалии или писала, или другие орудия рукодельные, выходя ненадолго, или надолго по делу, то возвращаясь, не находит, что оставил. Это совершенно дьявольское дело, досадное и возмутительное в братстве. И пойдут подозрения, наговоры, огорчения и даже враждования, вероятно, больше на невинных, чем на виноватых. Послушайте вы, воры, грозное определение блаженного апостола Павла. Воры и хищники царствия Божия не наследуют. Сказано, хищники не прибавил серебра или золота или одежды драгоценных, но общее изрек определение. Чего бы ни касалось хищничества, хоть самые малейшие вещи, хищник не наследует царствие. Слышите ли это вы, тати и хищники? И прошу вас, перестаньте воровать и похищать нитки, иголки, шила, писала, кувшинчики, чаши, ножички, пояски и подобное. Ибо такое все делающее, повторю вам, царствия Божия не наследуют. Или не боитесь апостольского приговора? Разве это я, бедно, изрекаю такую угрозу? Посему еще прошу, будем ходить достойно звания, в которые призваны, чисто, преподобно и правильно, удаляясь от сказанного порока. Да наследники будем вечных благ. 110. Каждый свое дарование имеет, как написано, один такое, другой другое. Но вы, братья, союзом любви, связанные с сивой этой любви, взаимно собственными делаете труды и добродетели друг друга. Ты, например, благодушно переносишь бесчестие, другое отличается трудолюбием, иное избыточествует молчанием, а иной благопокорностью, и по общению каждый из вас, кроме своего, имеет и то, что есть у других. Добро ваше переходит взаимно от одного на всех и обратно. Почему радуйтесь и сорадуйтесь друг с другу? И какое, кто имеет дарование, в том и да преуспевает, бегает в тщеславие, и добродетель брата, почитая большую. Если же мы таковы и так слиты друг с другом и сочетаны единением любви, то постараемся более и более преуспевать, и Бог прославится в деле нашем. И в большей части вселенной слышным сделается образ жизни нашей. Но никто не будь своеволен и своеобразен. Горе тем, которые помышляют о себе, что они мудрые и перед собою разумные. Никто не будь нерадив и ленив, да не услышит, пойди к муравью, о ленивец. Никто даже не будет раздвоен в суждениях, да не услышит и он, что муж двоедушный не устроен во всех путях своих. Но всегда будьте подвижны и скоро наделания заповедей, искренне и непрекновенны по причине исповедания сокровенностей своих. Неодержимы тщеславием и неувлекаемы своей похотью, ибо таковой подобен волнению морскому ветром, волне морской ветром поднимаемой и развиваемой, как не установившейся и основы не имеющей в сердце своем. Но да будет все такое далеко от вас всех. Но что честно, что доброхвально, то старайтесь приобретать, тем богатиться, и то сокровиществовать в сокровищницах душ ваших к улучению Царствия Небесного. Что делает то из вас каждый день, похвальное ли то или укорное, все то приходит, уносится, как поток водный, и так, что даже в чувстве ничего почти не остается от вчерашнего дня к нынешнему. Страждет, кто из-за заповеди трудится, плачет, терпит, потеет, раздирается сердцем, утесняется, изнемогает, оскорблению подвергается. Или другое, что страждет. Сейчас чувствуется это и тотчас же пробегает. Но в испытавшем то все остается и пребывает с охранным во веки веков для получения воздаяния. Напротив, утешничает кто, смеется, наслаждается, бесчинствует, играет, праздности предается, никого не слушается, легкомысленничает, завидует, гневается, неистовствует, строит колу, высокомудрствует и подобное. Тот не только ныне никакой от того пользы не получает, но еще сокровиществует себе неоправдимое осуждение в день воздаяния и праведного суда Божия. Подумаем об этом, братья мои, и возьмемся за добродетель, греха же всячески избегать постараемся, как бедственного и всегубительного зла. Да Богу угодно кончим дни жизни нашей и с подобностью обетованных благ со всеми благоугодившими Богу. 111. Спрашиваю вас, для чего говорится поучение? Для того ли, чтобы оно только прочитано было в определенный час и почесало слухи ваши? Или для того, чтобы вы похвалили меня или так, без определенной цели? Не для чего такого, но для того, чтобы вы вникли в говоримое, все и душою прияли силу слова, и плод принесли благодатью Христову и приспоспешивствование вам и молитва Отца моего и вашего? Таково мое намерение и долг. На что я вижу? Вижу, что как только кончится поучение, тотчас исчезает у вас из памяти все, не оставляя следа, как будто ничего и говорено не было. Оттого, как только выйдем вон по окончании службы, тотчас впадаем в те же прегрешения, как обычно. Один начинает безвременно разговаривать, другой роптать, тот пересуды сплетать. Этот прячется в угол, чтобы соснуть, и просыпает рукодельный час, а когда является, руки у него оказываются немощными и колено расслабленными. Терахов 25-26. Оставляю говорить о прочем. Не так, чадо мои, не так следует этому быть, чтобы иначе не услышать вам. Люди эти устами благословляют меня, сердце же их далеко отстоит от меня.